Письма самому себе о пути, дыхании и времени Часть вторая. Путь. Письмо двадцать третье. Что меня касается. Буду древности, учитель Зен Якусан Иген сказал. Временами я стою на высочайшей горной горшине. Временами я лежу на дне океанской впадины. Временами у меня три головы и восемь рук. Я асура демон. Порой я сижу, выжившаюсь на два метра, а порой стою, и тогда мой рост составляет четыре метра. Иногда я с посохом, иногда с метлой, иногда стою столбом, иногда свечу фонарем, иногда я сын бедняги Ли, иногда я бесконечная земля, иногда безразмерное небо. Доген. Временное существо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет, временное существо. Ты спрашиваешь, где я сейчас? Я сегодня. Я сейчас. Сейчас я начинаю новое письмо тебе. Сегодня 22 апреля 2024 года. Сегодня мне исполняется 56 лет. Сегодня война приближается к двум годам и двум месяцам. Сегодня я встречаюсь с людьми, ставшими мне дорогими за эти два года и два месяца, с нашей облачной санкой военного времени. Два года и два месяца это воздушное пространство вмещает в себя горе и радость, надежду и отчаяние, тишину и разговор, понимание и непонимание, общность и различия, обретение и потери, встречи и расставания. Два года и два месяца это воздушное пространство возникает благодаря бытию каждого участника санки. И из бытия каждого возникает ежедневное событие. В этом событии мы то стоим на высочайшей горной вершине, то лежим на дне океанской впадины, то опираемся на посох, то подметаем метлой, то стоим столбом, то светим фонарем. Мы то бесконечная земля, то безразмерное небо. Вот где я сейчас. А сейчас я расскажу тебе притчу. Некий дважды рожденный, блуждая в великой самсаре, попал однажды в огромный непроходимый лес, полный хищных, прожорливых, страшных зверей, львов, тигров, слонов, повсюду в нем кишащих. Вид этого леса внушил бы ужас самому богу смерти. От этого зрелища волнение того брахмана обуяло. Сердце у него затрепетало, волосы встали дыбом. О, притеснитель недругов! Продвигаясь через тот лес, он метался из одного его конца в другой и озирался по всем сторонам света, где бы найти убежище. Терзаемый перед ними страхом, бежал он, ища какую-нибудь щель или нору, но не мог ни совсем убежать от них, ни хотя бы отдалиться. Тут он увидел, что этот страшный лес со всех сторон окружен сетью, и что женщина при ужасного вида сторожит его, расставив стороны руки. А еще в том великом лесу вздымались вверх, словно горы, пятиглавые змеи, и огромные деревья касались вершинами неба. Посреди же леса там был заросший колодец, скрытый переплетением лиан и травы. Туда, в этот скрытый водоем, и упал дваждорожденный, и там повис на плотной сетке лиан. Словно большой плод хлебного дерева, прикрепленный к черенку, висел он там вверх ногами, вниз головой. Внутри колодца он увидел огромного могучего змея, а затем появилась еще и другая напасть. Он увидел наверху, у края колодца, огромного слона, шестиликого, двенадцатиногого, сквозь чащу лиан и деревьев, неуклонно приближающегося. Вокруг того брахмана, на конце ветки древесной повисшего, летали среди ветвей, в дупле рожденные и мед в нем прежде собиравшие, при страшного вида всевозможных форм трепет внушавшие пчелы. Снова и снова хотелось им, о бык-бхарата, вкусить того меда, дразнящего вкус всем существам, но не дающего насыщения даже ребенку. Многими струйками тот мед стекал вниз, и человек, висящий на дереве, из тех струй его пил. И у него, пьющего, в момент смертельной опасности, жажда не проходила. Все время ему хотелось меда, и все не мог он насытиться, и не возникало у него, о царь, отвращения к жизни. Даже там сохранялась у человека привязанность к жизни. А дерево тем временем подгрызали черные и белые мыши. Человеку тому грозила опасность от хищников, от той пристрашной женщины на краю лесной чащи, от змеи на дне колодца, от слона у края его, от падения дерева из-за мышей опасность пятая, от жадности к меду из-за пчел опасность шестая, как говорят, самая великая. Он же пребывал там, ввергнутый в море самсары, сохраняя привязанность к жизни, не исполнившись к ней отвращения. Махабхарата. Книга о женах. Пятая глава. Перевод Василькова. Как видишь, обык Бхарата, это описание жизни в самсаре я взял из текста Махабхараты. Однако такой взгляд на жизнь, как на самсару, или взгляд на самсару, как на жизнь, мы можем найти и в буддийской дхарме, и в других духовных школах, возникавших на полуострове Индостан в течение как минимум последних трех тысяч лет. Ты знаешь, что я, как, впрочем, и ты, люблю вслушиваться не только в тишину и безмолвие, но и в звучании слов. Иначе я не писал бы тебе этих писем. А когда вслушиваюсь, я иной раз начинаю различать послания слов. Их суть, указующую на глубинную истину, выходящую за пределы всякого описания. Вот так же и со словом самсара. Я вслушиваюсь в него и постепенно начинаю слышать, что слово это обращается сейчас именно ко мне и кое-что рассказывает о себе. И что же я слышу, спрашиваешь ты меня, что узнаю из его звучания? Я узнаю корень сам. Узнаю, что я тут сам, в самсаре. Вот что я узнаю о бык бхарата. В славянском языке тоже есть слово сам. И словарь значений славянских слов указывает, что оно Выражает, что некто находится без контакта, без связи или не вместе с другими. Еще Выражает, что некто в своем действии обходится без помощи или участия других. Выражает, что нечто происходит без внешнего поощрения или влияния. Тут же в словаре приводится пример с этим словом. Остались мы сами среди госда. Остались мы одни. Сами. Посреди леса. Не тот ли это самый лес самсары, в котором заблудился дважды рожденный брахман из Махабхараты, спрашиваю я себя. А еще есть в славянском слова усамлен, самотен и самичен. Все они означают того, кто остался в одиночестве. Ну вот, ну вот, повторяю я сам про себя. Сам, сам, сам. Я сам. Я один. Как тот самый дважды рожденный брахман, земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Только до половины ли? Не прохожу ли я эту границу между половинами жизни в любой период своей жизни? Не прохожу ли я ее в любой момент жизни, когда чувствую себя одиноким, потерянным, отчужденным от нее? Когда чувствую, что есть я, человек, переживающий опыт жизни, а есть сам опыт. И как будто я и опыт – это не одно и то же. Не в эти ли моменты я попадаю в чуждый мне лес с его посторонней и опасной для меня жизнью? Не в эти ли моменты я чувствую себя осамленным? Не в эти ли моменты я живу в самсаре? Однако, действительно ли она существует, это моя жизнь? Отдельная от всей остальной жизни? Действительно ли я, как субъект, переживающий опыт, отделен от самого опыта? Действительно ли я тут осамлен, самичен и самостоин? Действительно ли я заблудился в лесу, о бык-бхарата? Не иллюзия ли это? Не морок ли, наведенный на меня демоном Марой, хозяином самсарического леса? Вот какие вопросы я задаю себе в течение всей своей жизни, зная, что и ты их задаешь себе. Отчуждение. Еще один термин, который широко используют философы. Руссо, Лок и Гоббс характеризовали современное им общество как общество отчуждения, прежде всего имея в виду делегирование индивидуумом, полномочий, социальным институтом. Маркс перевел значение этого термина в контекст классового антагонизма, вызванного отсутствием прямых отношений между индивидуумами. Эрик Фром, подхватив идею, сделал ее одной из центральных тем своей психологической теории. Вот как он определил термин «отчуждение». Под отчуждением я понимаю такой тип жизненного опыта, когда человек становится чужим самому себе. Он как бы отстраняется, отделяется от себя. Он перестает быть центром собственного мира, хозяином своих поступков. Наоборот, эти поступки и их последствия подчиняют его себе. Им он повинуется и порой даже превращает их в некий культ. Но когда я впервые услышал этот термин о Багбхарата, я воспринял его несколько иначе. Во-первых, я подумал, что отчуждение должно предшествовать свойства. То есть перед тем, как человек становится чужим самому себе, он ведь по идее должен быть самому себе своим. Не так ли? Ну раз уж он именно становится, а не был чужим себе изначально. И вот, сбык мой Бхарата, я хочу это понять. Что значит не быть чужим самому себе? Что значит быть своим для себя самого? Есть же такое выражение в русском языке? Чувствую, будто я сам не свой. А если я не свой, то чей? Чей ты будешь? Еще один вопрос, пришедший из старой славянской культуры. В славянском до сих пор этот вопрос в ходу. Чигавси могут вас спросить, если хотят узнать, из какой вы семьи, из какого рода происходите. Так чей же я? Я хочу понять это всю свою жизнь. И я знаю, что ты понимаешь меня в этом желании. Ибо ты тоже всегда хотел это понять. Ты сам всю свою жизнь хотел стать своим. Хотел освоить себя. В славянском языке также имеется слово осамосвоитов. Например, обретение Словении независимости от Югославии в 1990 году обозначается выражением словенско осамосвоитов. То есть дословно получается, что Словения освоила саму себя, сделала саму себя своей. А до этого она принадлежала Югославии. Сделать себя своим. Освоить себя. Уверенно сказать самому себе, теперь я чувствую, что я сам свой. Всю жизнь меня толкала вперед тоска по осамосвоитве. Поэтому чувствовала, что я, мол, не чужой себе, что я себе свой, что живу с собой в мире и ладу. Толкала, потому что не чувствовал я ни мира, ни лады с собой, а наоборот чувствовал, что сам я не свой. Толкала-толкала, пока не дотолкала, до сорока лет. Когда я почувствовал, что все. Что теперь, наконец, я сделался самим своим. А значит, самим собой. Вспомнил тот дурацкий анекдот, к слову. Пришел мужик к женщине в гости. Она его накормила, напоила и говорит, ну, теперь ты мой. Мужик посмотрел на грязную посуду и отвечает, сама мой. Сама мой. Сам мой. Сам свой. Да, я чувствую, что в сорок лет что-то радикально переменилось. Что-то новое произошло со мной. Переход в абсолютно новое переживание себя и мира. Главным свойством которого, пожалуй, и можно назвать. Чувствую, что я сделался сам своим. Или сам моим. Почему я выделяю именно эту трансформацию как главную, учитывая, как много их было и до того периода моей жизни, и после, спрашиваешь ты меня? Да потому что чувство отчужденности от себя, чувство, что я сам не свой, в основном и толкало меня в моем духовном поиске. Именно чувство отчужденности было той бездонной дырой в сердце, которую я пытался заполнить всю свою жизнь. Заполнить чем, вновь вопрошаешь ты? Поиском смысла жизни, вот чем. Поиском понимания, зачем это все? Все вообще. Все, что существует. Я и мир. Я в мире. Мир до меня. Мир после меня. И мир без меня. Ведь он существует, мир без меня. Или не существует. Если честно, я этого не знаю. И у меня нет способа узнать. Да, в первую очередь, я искал смысл. Ни сила, ни счастье, ни безопасность, ни удовольствие. Ибо мне казалось, что если я открою смысл своей жизни и смысл жизни вообще, смысл всего существования, всего вселенского бытия, то все для меня встанет на свои места. Я сделаюсь сам своим, и жизнь моя наладится, сладится, смирится, примирится, умирится. И в этом и будет главное мое счастье, главное удовольствие, главная безопасность и главная сила. И ты, конечно, помнишь, что довольно быстро в своем поиске смысла я обнаружил, что смысл не может быть исключительно рассудочным, интеллектуальным. Ибо такой смысл тоже был бы не моим. Он был бы прочитанным, услышанным и отдельным от меня. Даже если бы этот смысл каким-то образом самозародился в моем рассудке, но не был бы глубинно прожит, это все равно был бы не мой целостный смысл, ибо относился бы только к небольшой рассудочной части меня. Нет. Смысл, которого я жаждал, нужно было пережить. Пережить всем моим существом. Я жаждал смысла, который я знал бы кожей, сердцем, кишками, мышцами, костями и костным мозгом. Смысла, который я знал бы глазами, ушами, языком, носом и кончиками пальцев. Смысла, который я знал бы вдохом и выдохом и тишиной между ними. Смысла, который стал бы не испытываемым мною опытом, а мною самим. А я сам сделал себе смыслом. Ты спрашиваешь меня, нашел ли я этот смысл в 40 лет? Да, нашел. Кстати, помнишь шаманку Веру Сажину? Она ведь это предсказала. Эм ходила к ней консультироваться по поводу некоторых жизненных ситуаций и важных для нее выборов. Вера же, не будучи со мной знакома, увидела меня своим внутренним шаманским взором и сказала, что хороший, мол, он мужик, но что-то мается, что-то все место себе не находит. Но ничего, скоро успокоится, добавила она. Я оказалась права, ибо так и вышло. Через пару лет я стал замечать, что нечто изменилось во мне, нечто радикальное и важное. я действительно успокоился, найдя, наконец, себе место, обретя себя, сделав себя своим. Но вместе с тем, моим сделался и весь мир. Все существование. Помнишь фразу Догена, которую я не раз тебе цитировал? Пробуждение — это близость со всеми вещами. Так вот, 40 лет мир перестал быть чуждым мне, а я перестал быть ему посторонним. Я перестал чувствовать себя не от мира сего. Перестал смотреть по отдельности либо только в себя, либо только в мир. Мир сделался мне близким, а я сделался сам своим, вместе с миром. Оказалось, что чувство отчуждения от себя, о котором говорил Фром, не может одновременно не сопровождаться чувством отчуждения от мира. Ибо я и мир, как я обнаружил, нигде, понимаешь, вообще нигде не отделены друг от друга. Оказалось, что в мире и в себе можно чувствовать себя дома. Ища себя, пытаясь освоить себя, я ведь фактически всю жизнь искал дом, в котором мне было бы уютно жить. Я искал дом, берегущий меня от опасностей самсары. Однако вместе с обретением дома я обнаружил парадокс жизни, состоящий в том, что дом этот мне не принадлежит. Дом никому не принадлежит, но мы принадлежим дому. Я принадлежу дому, дому жизни. Я и есть этот дом жизни. И нет между мной и ним никакого зазора, никакой разницы, никакого отчуждения. Но до поры до времени я не мог этого увидеть, почувствовать, пережить, поэтому я искал дом, пока не нашел его. Отрывок из Махабхарата, с которого я начал это письмо тебе, заканчивается такими словами. Человеку тому грозила опасность от хищников, от той пристрашной женщины на краю лесной чащи, от змеи на дне колодца, от слона у края его, от падения дерева из-за мышей опасность пятая, от жадности к меду из-за пчел опасность шестая, как говорят, самая великая. Он же пребывал там, ввергнутый в море самсары, сохраняя привязанность к жизни, не исполнившись к ней отвращения. Ты спрашиваешь меня, почему, по мнению мудреца Вьясы, легендарного автора Махабхараты, человек во имя спасения от самсары должен был бы исполниться отвращением к жизни? Разумеется, не зная, что я имел в виду Вьяса в точности, я сам для начала отвечу уточняющим вопросом. Отвращением к какой именно жизни, дорогой мой бык Бхарата, должен был бы преисполниться этот человек? Не кажется ли тебе, что человеку необходимо преисполниться отвращение к жизни, где все существует по отдельности, а человек в ней живет сам по себе, в душном пространстве своего замкнутого, одинокого существования? Не кажется ли тебе, что человеку необходимо преисполниться отвращение к жизни, где вся эта жизнь, весь этот бескрайний лес воспринимается им как набор отдельных, отделенных друг от друга объектов? Часть из которых полезна этому отдельно взятому человеку, часть вредна и опасна. А часть нейтральная для него, то есть фактически, на которой ему наплевать. Не кажется ли тебе, что человеку следует исполниться отвращением к миру, где он, человек, чувствует себя отчужденным от мира и действует либо как захватчик, либо как жертва, либо как безразличный апатичный циник? Не кажется ли, что преисполниться отвращение имеет смысл к жизни исключительно выживателя, достигатора и потребителя жизни, который сам себя жизнью не чувствует? К самсаре ведь можно очень хорошо приспособиться, можно многого добиться в самсаре, накопить побольше меду, закрыться высокими заборами от страшных лесных чудовищ. На время, конечно, на время, ибо лес не перехитришь. Рано или поздно он пролезет, прорастет и в забор, и через забор, и сам забор сделается его частью, а мед сделается его питательной средой. Они, собственно, с самого начала только и могут быть частью леса. Однако человеку кажется, что они отдельно в этом лесу отдельных объектов и как-то могут его защитить отдельного, самого по себе. Но кажется так до поры до времени. В общем-то, бык мой Бхарата, это отвращение к миру, состоящему из таких вот разрозненных объектов, приятных, неприятных и нейтральных, и гнало тебя всю твою жизнь от такого мира. Однако никак ты не мог от него убежать, ибо все эти отдельные объекты и ты сам, как отдельный, осамленный, самичный, отчужденный объект были исключительно в твоих глазах, в твоих ушах, в твоих пальцах и в твоем сердце. Куда же ты мог убежать от своего сердца, глаз, ушей и пальцев? Недаром демон Мара говорил, как-то буди, твои глаза принадлежат мне, твои уши принадлежат мне, твои пальцы принадлежат мне, куда же ты от меня денешься? Парадокс же состоит в том, обык Пхарата, что тебе нужно не отвращение к миру испытывать, а полюбить его в своих глазах, в своих ушах, в своих пальцах и в своем сердце. И демоном Мару полюбить, как неразрывную часть целого мира, целой жизни, целого тебя. Изучать путь Будды значит изучать себя. Изучать себя значит забывать себя. Забывать себя значит быть обнаруженным всем, что существует. Быть обнаруженным всем, что существует, значит позволять исчезать своему телу сознанию, а также телу сознанию других существ. Существует след пробуждения, который невозможно ухватить. Мы бесконечно воплощаем этот неуловимый след пробуждения. Сколько раз в своих письмах я уже обращался к этому посланию до Гена? Сколько еще буду обращаться? Изучать путь Будды значит изучать себя. Это значит поворачивать внимание в свои глаза, в свои уши, в свои пальцы, в свое сердце. Будда, наставляя некого аскета по имени Бахья, носившего одежду из древесной коры, сказал ему однажды. Тебе, Бахья, следует тренироваться так. В видимом должно быть просто видимое. В слышимом должно быть просто слышимое. В ощущаемом должно быть просто ощущаемое. В осознаваемом должно быть просто осознаваемое. Когда бахи для тебя в видимом будет просто видимое, в слышимом будет просто слышимое, в ощущаемом будет просто ощущаемое, в осознаваемом будет просто осознаваемое, тогда ты не будешь существовать с этим. А когда ты не существуешь с этим, тогда ты не существуешь в этом. Когда бахи, ты не существуешь в этом, тогда ты не существуешь ни в том, ни в другом, ни посредине этих двух. Так происходит конец страдания. Так происходит конец страдания. Так приходит конец жизни сансари. Вот в чем ключ пути Будды. Когда бахи для тебя в видимом будет просто видимое, в слышимом будет просто слышимое, в ощущаемом будет просто ощущаемое, в осознаваемом будет просто осознаваемое, тогда ты не будешь существовать с этим. С чем этим? Опять упрошаешь ты меня. С этим отдельным от всего остального объектом. Вот с чем. С отдельным от тебя объектом. С миром, состоящим из отдельных объектов. С собой, как с отдельным, независимым и отчужденным от всего существования объектом. С отчужденными и независимыми объектами внутри тебя. С самим этим разделением на тебя внутри и мир снаружи. Изучать путь Будды значит изучать себя. Это значит поворачивать внимание в свои глаза, уши, пальцы и сердце, имея в виду, что все, что ты видишь, слышишь и вообще воспринимаешь, делается именно в твоих глазах, ушах и сердце, что весь мир уже там. Куда же ты от него, от мира, денешься? Куда же он от тебя денется, если ты и он одно? Изучать себя значит забывать себя. Забывать себя значит быть обнаруженным всем, что существует. Быть обнаруженным всем, что существует, значит позволить исчезать своему телу сознанию, как отдельному объекту. А также телу сознанию, как отдельному объекту других существ. Тогда ты не будешь существовать с этим, с отдельным телом сознанием, в этом, отдельном, осамленном теле сознания. А когда ты не существуешь в этом, тогда ты не существуешь ни в том, ни в другом, ни посредине этих двух. Так приходит конец страдания. Существует след пробуждения, который невозможно ухватить. Демон Мара в той самой сутре, пропринадлежащее ему человеческое восприятие, продолжил обращаться к Будде с такими словами. «Люди говорят, это мое. Они говорят, мое. Если ты аскет один из них, тогда ты мой, и никуда от меня не денешься». На что Будда ему ответил «Сама мой». «То, о чем они говорят, не мое. И я не из тех, кто так говорит». «Знай же, лукавый, ты не сможешь обнаружить даже следов моих». «Существует след пробуждения, который невозможно ухватить. И мы бесконечно воплощаем этот неуловимый след пробуждения». «Я обещал тебе написать, как именно я сейчас воплощаю пробуждение. Вот так и воплощаю, в наиболее полной форме, доступной мне сейчас». «Далекой от идеала. Далекой от Будды. Далекой от идеального Будды. То есть Будды, существующего исключительно в моем воображении». «Воплощаю всякий раз, садясь в медитацию Дзэдзен. Или в другие времена. Ведь когда я иду, я все равно сижу Дзэдзен. И когда лежу или стою, тоже сижу». «Я теперь никогда не перестаю сидеть Дзэдзен, дорогой мой бык Бхарата. Но пробуждение не может принадлежать мне. Оно никому не может принадлежать. Всякий раз, как только я пытаюсь присвоить себе пробуждение, как это, как вещь, как объект, пробуждение тут же превращается в труху. Такое пробуждение может принадлежать только демону Маре». «Существует след пробуждения, который невозможно ухватить. И мы бесконечно воплощаем этот неуловимый след пробуждения. «Предвижу твой вопрос. А что же война? Тоже, что ли, дом, который ты обрел?» «Ну да, ну да. И война дом. Но, во-первых, не весь дом, а лишь одна из многочисленных его комнат. А, во-вторых, что же делать, если в одной из комнат началась разруха? Игнорировать ее, что ли, предлагаешь?» Остановлюсь по очереди на каждом из этих двух пунктов. Первый. Война не везде. Да, даже для украинцев и израильтян, которые часто слышат вой воздушных тревог и взрыв ракет в своих городах. Война не занимает все пространство их жизни. Это я знаю из первых рук, из постоянного общения с украинцами и израильтянами, подвергающимися обстрелам. Это я знаю от участников нашей облачной санки, каждый день выходящих в эфир из разных городов Украины и Израиля. Да, война видима и слышима им непосредственно, очень близко. Да, она ощущается ими кожей и всей нервной системой. Но в их жизни есть также и место для медитации, для дружеского разговора, для красоты, для искусства и творчества, для любви и объятия. В их жизни есть место для большого дома жизни. А что ж говорить обо мне, человеке, живущем в абсолютно привилегированном положении, не слушающего каждый день завывания сирен воздушных тревог в небе? В моем доме есть разные комнаты, во многих из которых войны нет. В этом, конечно, состоит своя сложность, бык мой Бхарата. Как, переходя из комнаты в комнату, с одной стороны, не забывать о наличии других комнат, а с другой, при переходе, не тащить в новую комнату все, что было в предыдущей. Это, знаешь ли, искусство. Искусство срединного пути. Ему я и учусь, воплощая неуловимый след пробуждения. Учусь, учусь, и понимаю, что иногда получается у меня им идти, а иногда так себе. Но, в конце концов, и Будда был так себе приходящим и так себе уходящим. Поэтому я буду воплощать неуловимый след пути, как могу, прямо сейчас. Второе. Война – это моя реальность. Война пришла в дом моей жизни без спросу, как часть жизни. В принципе, так же, как к человеку приходит болезнь, старость, смерть, утрата чего-то дорогого или невозможность достижения чего-то позарез нужного. Поэтому для меня главное – не само событие, на приход которого я повлиять не могу, а моя реакция на события. На реакцию-то я могу повлиять? Могу. И Будда уже две с половиной тысячи лет назад объяснил мне, как это делать. В первую очередь нужно встретиться с этой своей реакцией. Помнишь, что он сказал в своей первой проповеди? Дукху необходимо полностью познать. Вот что он сказал. Дукху – это и есть моя реакция, мое сопротивление события, мое нежелание иметь с ним дело. Мое нежелание иметь дело с болью утраты мирной жизни – это Дукху. Мое желание, чтобы было по-моему и только по-моему – это Дукху. Почему моему? По-моему отдельному от жизни, отчужденному, осамленному, самичному. По-моему, пытающемуся все себе присваивать – это мое, то мое, я сам, мой и только мой. Сама мой. С этим мороком Мары, с этой Дукхой отдельного «я» мне нужно встретиться напрямую и пережить ее. И заметить, что хотя событие продолжается, Дукха уходит. И когда уходит Дукха, я могу вспомнить о том, что я един с жизнью. Могу вспомнить о том, что у меня есть Дхарма, путь. И что я могу не реагировать на события исключительно из страха, отвращения, ненависти и жадности одинокого существа, стремящегося во что бы то ни стало сохранить свою отчужденность, а отвечать на них, как человек Дхармы. Человек Дхармы, дорогой мой бык Бхарата, это не реагирующее существо, а отвечающее. Это существо, ответственное перед всем домом существования. Перед всем домом существования, которым он сам и является. В этом состоит парадокс жизни, который мы с тобой пытаемся разрешить всю свою жизнь. И не только мы с тобой, но и каждое человеческое существо. Это парадокс отношений единицы и единого. Я, ты и любой человек, все мы непрерывно вопрошаем, кто я? Единичное, отдельное существо или я это целое существование, все существующее? Мы непрерывно задаемся этим вопросом, даже если не формулируем его именно так. Мы задаемся им всем своим существом, задаемся самой жизнью. Все здесь, в этом мире, мне дано. Весь мир мне дан, таким, как он есть, в своей целостности. Включая войну, включая меня самого, с моими сильными и слабыми сторонами, с моей уникальностью. Но ничто мне тут не принадлежит, дорогой мой бык Бхарата. Включая войну, включая меня самого, включая мою уникальность. В те моменты, когда я понимаю это, морок Мара рассеивается. И самсара совмещается с нирваной. Самсара перестает быть рваной раной в моем сердце. И я становлюсь самим своим, вместе с миром. И лукавый Мара не может обнаружить даже следов моих. Доген в еще одном своем эссе написал так. Даже если всего лишь один человек в мире, в течение короткого времени сидит за дзен, в силу того, что этот человек един со всем существованием и полностью пронизывает все времена, он идет путем дхармы, под вечным руководством Будды. В неизмеримом мире хармы, в прошлом, настоящем и будущем. Ты спрашиваешь меня, где я иду сейчас? Где я сижу свой дзэдзэн? Я сегодня, я сейчас. Сейчас я завершаю это письмо тебе. Я писал его месяц. И сейчас уже май. Весна уходит, плачут птицы. Глаза у рыб полны слезами. Как сказал Басё. Война движется своим чередом, и сегодня я встречаюсь с людьми, ставшими мне дорогими за это время, с нашей облачной санкой военного времени. Это время вмещает в себе горе и радость, надежда и отчаяние, тишину и разговор, понимание и непонимание, общность и различия, обретение и потери, встреча и расставания. Это время возникает благодаря бытию каждого участника санки. Из бытия каждого возникает это ежедневное событие. В этом событии мы то стоим на высочайшей горной вершине, то лежим на дне океанской впадины, то опираемся на посох, то подметаем метлой, то стоим столбом, то светим фонарем, мы то бесконечная земля, то безразмерное небо. Время бытия – это время, как оно есть. Время – это бытие, а бытие – это все время, что только может быть. Временное существо – это время, как оно есть. Время – это существо, а существо – это все время, что существует. Вот где я сейчас, дорогой мой бык Бхарата, во временном существовании, во всем существовании, которое только может быть. Ты знаешь, Бхарата, в конце этого разговора я хочу, чтобы мы с тобой провели маленький эксперимент. Только проделай его, пожалуйста, честно, физически, телесно, прямо там, где ты есть сейчас, в своем времени и пространстве. Протяни указательный палец ко мне, к моему времени и пространству. Вот так. И я тоже прямо сейчас протягиваю руку к тебе. Я касаюсь своим указательным пальцем кончика твоего. Чувствуешь? А теперь скажи мне, ты касаешься кончика моего пальца? Ты касаешься целого пальца? Ты касаешься руки? Ты касаешься всего человека? Ты касаешься всего мира? Всего мира? Ты касаешься всего, что существует? Всего, что существует? К чему ты близок? К чему ты близок прямо сейчас? Бык мой, Бхарата. Бык мой, Бхарата. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...